Здравствуйте. Здравствуйте. Чем обусловлена Ваша поездка и о чем она говорит? Когда меня назначили на Казанскую кафедру, то через некоторое время Святейший Патриарх Московский Всероссийский Кирилл включил меня в эту группу, группу стратегического видения России и исламский мир. До меня был адыка Феофан, и когда было принято решение провести одно из заседаний в Саудовской Аравии, то это тоже было таким большим событием, я думаю, что не только для меня, но и для всех участников, потому что за долгое время впервые эта группа выезжала на заседания за пределы Российской Федерации и сразу в Саудовскую Аравию. Чувствовали ли Вы лично отношение какое-то особое? Мы были все одарены таким большим, настоящим, щедрым, душевным гостеприимством принимающей стороны. Это было очень заметно, очень подчеркнуто, с большим уважением в восточном мире относится к нашему президенту, Рустаму Наргулевичу Миниханову. И на нас это отношение к нему, на нас это тоже распространилось каким-то образом. Ко мне в том числе. То есть это же немножко интересно было, там они, можно сказать, что и не видели, наверное, нашего духовенства. И это, наверное, впервые, когда духовенство официально присутствует на подобной встрече. С какими чувствами Вы вернулись из поездки? Особенно я благодарна за эту возможность, где у меня было представлено время для того, чтобы что-то сказать. Я рассказал о наших взаимоотношениях в Татарстане, о том, как мы сотрудничаем с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, какие мы находим площадки для общего делания, то, что у каждого из нас своя вера. Мы все-таки живем, каждый живет в своей религиозной традиции, но при всем при этом мы живем в одном мире. У нас общая проблема, эти проблемы касаются как христианской общины, так и мусульманской общины, как и любых, кто живет сегодня среди нас, там, где не пересекаются наши религиозные взгляды, мы стараемся быть вместе. Спасибо большое. Спасибо.